Сегодня невозможно человеку огородиться от жизни вокруг и строить свою локальную жизнь для своей семьи. Иметь свой огород, самому давать образование детям, нигде не работать. Сказать, допустим, мне от общества или от государства ничего не нужно, ни пенсии, ничего, я сам, но и вам ничего отдавать не буду. Вот я занимаюсь своей семьей и мне этого достаточно. Не получится. Для такого человека повяжут налогами, все его пространство будет пронизано чужеродными семенами, электромагнитными излучениями и так далее. Он все равно завязан на жизнь общества. Так и с государством. Сегодня настали времена, когда государство не может оградиться от всего остального мира, может быть, к сожалению, волей или неволей, вопреки его желанию. А может быть, в отсутствии понимания этим государством и большие и маленькие государства стали участниками глобальных процессов, которые сегодня активизировались в мире. Они активизированы кем-то. Это не какие-то естественные эволюционные процессы. Кто-то включен как активный игрок, заявляющий о своих интересах и отстаивающий их, развивающий их. Кто-то как один из игроков пассивных этого всего процесса. Но политику, государство как явление существует. Но интересы государства защищает, развивает, заявляет о них. Кто? Человек. Наделенный полномочиями. Но это все равно в итоге просто человек. Человек со своими слабостями. Несовершенный. Я именно с этим связываю позицию государства Греции в этом вопросе. Не с позицией общества. И даже не с позицией государства. Государство, оно звучит противоречиво, но я не хочу связывать сегодня заявленную позицию с принципиальной позицией государства. Я это воспринимаю как некие, на мой взгляд, ошибки, как некая плата людей, которые сегодня ответственны за то, чтобы представлять интересы государства. Почему? Потому что некоторые причины я могу понять, каким образом это все так складывается. Не принять, а понять. Например, в сложных экономических ситуациях, геополитических ситуациях, может быть, кто-то считает, что на первый план выходят вопросы интеграции, которая принесет экономические дивиденды или еще что-то в эту сторону. Я такую позицию, я больше сравниваю и ищу причины и корни происходящего в этом, но категорически неприемлемо. Путать экономические интересы с такими глубоко нравственными, историческими вопросами – это неприемлемо. Это ошибка, это заблуждение. Даже если удастся построить некую экономическую структуру, которая начнет приносить дивиденды, она построена на шатком фундаменте. Потому что это не означает, что невозможно построить взаимовыгодные отношения между государством Греции и Турцией. Нет. Но если вы в фундамент закладываете фальшивые кирпичи, то рано или поздно это развалится. Что я имею в виду? Что для того, чтобы строить взаимоотношения, нужно сначала открыто и честно заявить о том, что есть сегодня и что было вчера. Только после вот этого открытого и честного разговора и признания возможно построение, сближение путь друг к другу, когда открыто и честно. Если сегодня видна некая фальшь, когда говорят, что все хорошо, ничего плохого не было, как на этом можно строить? Если я сегодня вижу, что сегодня со мной фальшиве, как я могу долгосрочные взаимоотношения строить? А так говорят? То есть, что ничего плохого не было и так далее? Но если государство сегодня не признает, что был геноцид со стороны турецкого правительства, то что это означает? Это означает, что они говорят о том, что ничего такого не было. Но были какие-то частные, связанные с военными действиями, с какими-то криминальными ситуациями. Но как системы, как геноцида не было. Из тех фактов, которые знаю я, из тех моря информации, которые сегодня можно подчеркнуть, из тех свидетельств, которые еще, я знаю людей, которые разговаривали с теми, кто был беженцем. То есть, это прямая связь. И такие трагедии привязать всего лишь к каким-то случайностям, такие массовые, я считаю, что это неправильно. Без того, чтобы признать ту трагедию, оценить ее, дать ей оценку, извлечь из этого уроки. Я считаю, что без этого долгосрочные стабильные взаимоотношения построить будет тяжело. Но это я больше направляю Турецкой республике. Вот такие слова. Что касается оценки греческого правительства, то я считаю, что категорически неприемлемый подход взвешивать факторы экономически-финансового интереса, когда вопрос строится и стоит, о крови своих сограждан, сотен тысяч, которые невинно были убиены и не смогли дать своим детям ни безопасность, ни будущего. Спасибо.